Вести Карачаева, Черкесия Делегация Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гоглоевым с рабочим визитом посетила Карачаево-Черкесию. С гостями встретился руководитель региона Рашид Тимрезов. Южную Осетию, которая в этом году отмечает 15-летие признания России независимости республики, мы считаем братским регионом. Исторические, культурные и экономические связи между нашими регионами – основа нашего постоянного взаимодействия, написал в своем телеграм-канале Рашид Тимрезов. Юго-Осетинская делегация в Карачаево-Черкесии приняла участие в мероприятиях по случаю празднования Дня Святого Георгия Победоносца в селе Костахитогорово, названного в честь поэта и основоположника осетинской литературы Костахитогорово. Члены делегации возложили цветы к памятнику воинам-односельчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, и обелиску, погибшим детям Беслана, а также к Вечному огню у музея-защитникам перевалов Кавказа, где ознакомились с его экспозициями. По традиции, в преддверии Дня Победы в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» установили стену памяти. Экспозиция размещена рядом с амфитеатром и аллеей воинской славы. Ее открывает стенд, посвященный уроженцам республики, 29 героям Советского Союза и России и 8 полным кавалерам Ордена Славы, а также воинам-освободителям Черкеска. Впервые стена памяти в республиканском центре появилась 8 лет назад. На 64 стендах размещено более 4,5 тысяч фотографий ветеранов Карачаева-Черкесии. Карачаева-Черкесия Военнослужащих, с которыми постоянно находимся на связи. Техника была приобретена на средства, собранные единым штабом по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей на благотворительном телемарафоне на телеканале Архас-24 в рамках акции ОНФ «Всё для победы». Свой вклад в общее дело внесли и школьники Карачаева-Черкесии. Учащийся одной из школ республики Андрей передал через своего отца устройство для улучшения работы дронов, напечатанное на 3D-принтере. Это в очередной раз доказывает, что народ сплотился в желании защитить свою родину и поддержать тех, кто сейчас на передовой. Верой и правдой служат России и оберегает ее многонациональный народ. Оценил поступок юных земляков главы республики. В Карачаево-Черкесии проходит ежегодная всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Это символ объединения и помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. С 20 апреля по 22 июня по всей стране волонтеры распространяют значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Их также можно приобрести на популярных маркетплейсах и в магазинах у партнеров-организаторов акции благотворительного фонда «Память поколений». Все собранные средства направят на оказание медицинской помощи ветеранам. В прошлом году в России по итогам акции удалось собрать более 28 миллионов рублей. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоставки. Теплоснабжение, теплоснабжение и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах республики. Об этом сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Бачаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. А в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 6-километровом участке автодороги Осьчугута-Терезе продолжаются масштабные работы по замене дорожного полотна. Чтобы не создавать серьезных неудобств для автомобилистов, дорожники будут менять старые основания последовательно на отрезках не более трех километров. Подробности сообщил главный инженер управления Карачаево-Черкесск-Автодор Моя Отхутов. У нас проводится замена основания земляного полотна. Также будет проведено двуслойное сферто-бетонное покрытие средней толщиной до 14 сантиметров. Новые обочины, куветы, знаки, новая разметка термопластиком и обустройство автомобильной дороги барьерным ограждением. В рамках соглашения о сотрудничестве между Карачаево-Черкесией и Санкт-Петербургом группа из 32 школьников из аула Беслини в сопровождении взрослых побывала в Санкт-Петербурге. В рамках празднования Дня Великой Победы правительство северной столицы страны организовало культурно-образовательную поездку для детей потомков семей, которые приютили в ауле Беслини в годы Великой Отечественной войны ленинградских детей. Глава республики Рашид Тимрезов выразил слова благодарности своему коллеге-губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову за организацию поездки и сотрудничество между регионами в культурной и образовательной сферах, а главное за сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, когда люди из разных уголков большой страны стали одной семьей, берегли и защищали друг друга. 11 мая в Черкесии пройдет весенняя серия игр Лиги Эрудитов, в которой сразятся команды интеллектуалов. 12 регулярных команд из высших и среднепрофессиональных учебных заведений Карачаева Черкесии будут участвовать в чемпионате и получать очки за победу в играх и бонусы за выполнение дополнительных условий. По суммарному итогу в конце года будет определена самая эрудированная и организованная команда. Цель мероприятия – развитие в студенческой среде тренда на интеллектуальный досуг. Жители республики смогут пройти переобучение и выбрать специальность на основе своих предпочтений в рамках программы «Организация профессионального обучения и дополнительного образования безработных граждан», включая обучение в другой местности. В случае, если гражданин затрудняется в выборе профессии, ему помогут специалисты Центра занятости. В рамках услуги гражданину подбирается рекомендуемый перечень профессий для обучения. Подробности сообщила начальник отдела профориентации и профобучения Центра занятости Черкесска Наталья Пожидаева. Услуга оказывается в том случае, если гражданин утратил способность к выполнению, допустим, работы по имеющейся профессии, или же он желает стать более конкурентоспособным и приобрести новую профессию. Для оказания этой услуги он обращается в службу занятости, и уже непосредственно специалисты нашего отдела профориентации и профобучения знакомят его с перечнем курсовой подготовки. По необходимости проводится с ним работа по профориентации, возможно провести тестирование, определить его профессиональные склонности и выбрать уже непосредственно специальность, по которой желательно гражданину данному пройти обучение. Обучение будет проходить только в том учебном заведении, с которым уже служба занятости заключила договор. Я могу сказать, что в прошлом году у нас прошли обучение 89 человек, из них были женщины, которые находятся в декретном отпуске, 6 человек. У нас прошло обучение пенсионер, который стремился возобновить трудовую деятельность. У нас были 6 человек, инвалидов молодого возраста, у нас были 76 человек из числа безработных граждан. В 2023 году республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа будет реализована на территориях личных подсобных хозяйств в трех районах Карачаева-Черкесии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Анзор Буташев. Данный проект был предусмотрен до 2022 года. За этот период мы успели все районы охватить. В каждом районе было кооперативно и было заложено более 30 гектаров садов. 315, если не ошибаюсь, личных подсобных хозяйств. С этого года по поручению РЭШ-Пориспьюща мы продлили региональную программу. И как минимум до 2022 года данная программа будет работать. В этом году планируется хватить 3 района поддержать 3 хозяйственных оперативов. Соответственно, это получится где-то 90% хозяйств. Складывающиеся климатические условия республики способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. На сегодняшний день зарегистрировано 47 случаев укуса клещей. В частном домовладении в Карачаево-Черкесии выявлен подпольный зоопарк, где незаконно содержали 30 леопардов, львов, тигров и пум. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора Екатерина Тутыхина. Северокавказское межрегиональное управление Росельхознадзора выявило незаконное содержание опасных хищников в культурно-зрелищных целях на территории станицы Кардоникской. Животные содержались в частном домовладении, вход на территорию был закрыт. При осмотре задней части территории выявлено наличие клеток для содержания животных. Анализ данных системы Меркурий показал, что недавно на площадку предпринимателя поступило 9 хищников, 2 черные пантеры, 3 африканских льва, 2 тигра, персидский леопард и волк. Всего на учете в Управлении ветеринарии Республики у индивидуального предпринимателя Декушева состоят 30 хищных кошек. Использовать животных в культурно-зрелищных целях предприниматель не имел права, так как у него отсутствовала лицензия. Управлением Росельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. В адрес прокуратуры направлена информация для принятия мер. Торговля препаратами для похудения, которые содержат в своем составе сибутрамин, обернулась для 60-летней жительницы Ногайского района возбуждением нескольких уголовных дел. Ведь оборот этого сильнодействующего вещества в России ограничен. Бизнес-леди занималась контрабандой указанного вещества из Казахстана. Оперативники во взаимодействии с сотрудниками Минераловодской таможни на одной из сортировочных станций Черкеска обнаружили две посылки с указанным препаратом. Одна поступила из-за рубежа на имя подозреваемой, а вторую намеревалась отправить сама женщина. Из почтовых отправлений было изъято 36 металлических коробок, в которых, согласно экспертизе, находился сибутрамин. Общей массой 400 грамм. Злоумышленница была задержана в момент, когда она с очередной заграничной бандеролью вернулась с почты домой. В ходе обыска ее дома обнаружено большое количество упаковок от аналогичных препаратов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии облачно, местами кратковременный дождь-гроза, утром местами туман. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-15, в горах местами до плюс 8. Свыше 2500 метров, лавина опасна. В Черкесии кратковременный дождь. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 13 градусов. Это все новости к этому часу. Кто с ними вас знакомил у Мартикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51 Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!